Всем огромный привет! Меня зовут Алена и добро пожаловать на мой канал, который посвящен моде, стилю и немножко мне. Это видео я снимаю по вашему запросу. Я поняла по вашим комментариям под предыдущими моими роликами, что вы готовы начать обсуждать осень. Я лично всем желаю, чтобы весь август месяц был максимально летним, жарким, сочным, солнечным и классным. Но, действительно, скоро в магазинах появятся осенние коллекции и почему бы не начать хотя бы размышлять в этом направлении. А именно, давайте для начала обсудим тенденции наступающего осенне-зимнего сезона. Если эта тема для вас интересная, актуальная, вы хотите узнать, что будет модно предстоящей осенью, то, пожалуйста, оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. Небольшой дисклеймер. Я прошу прощения за вот эти звуки, если вам их слышно на моем фоне. Но невозможно дождаться конца им. И я хочу снять это видео сегодня, сейчас, чтобы оно появилось на моем канале. В ближайшее время, а не когда-нибудь, непонятно когда, поэтому я очень надеюсь, что вы, как и я, сможете абстрагироваться от вот этого или от вот этого, я не знаю, откуда он идет. Давайте поговорим о моде. Я подготовилась. У меня здесь исписан блокнот тенденции наступающего сезона. И когда я анализировала показы, прошедшие еще зимой, а именно в феврале, проходят все мировые недели моды. Это Нью-Йорк, Париж, Милан. Основные, да, ну, Лондон еще у нас есть. В сентябре совсем скоро пройдут тоже недели моды, но это уже будет весна-лето следующего года. Так вот, когда я анализировала показы, я выписывала себе тренды, которые читаются, и мне удалось их разделить на несколько групп. На самом деле, кто меня смотрит давно, вы знаете, что я люблю структурированные видео, где есть какая-то логика. Ну, по возможности, по крайней мере. Так вот, в этот раз я разделила тенденции, которые у нас будут в предстоящей осенью, на три категории. Первая категория, о которой я хочу в первую очередь поговорить, это что-то новенькое, что-то интересное, какой-то свежий глоток модной мысли, назовем это так. Вторая категория, это то, что уже было, и оно, в принципе, так или иначе, каждую зиму-осень к нам возвращается, то, что снова пришло, или, возможно, это было, но как-то по-новому взглянули на ту или иную вещь, например, или какой-то мотив в внешнем виде девушек. И третья категория, это то, что является тенденцией, но, на мой личный взгляд, это, ну, такая сомнительная история, и не факт, что лично я, например, на себя ее бы примерила, но невозможно отрицать то, что этот тренд существует, так же, как, например, велосипедки в уходящем уже сейчас летнем сезоне. Это тенденция, которую не все поняли, но она все равно есть. Зимой тоже будут несколько таких спорных моментов, которых я все равно вам хочу рассказать. Давайте начнем. Начать я хочу с того, что мне понравилось то, что интересно и классно. Рядом со мной будут мелькать фотографии с показов, и я планирую сделать видео чуть позже, когда уже в онлайн-магазинах, в офлайн-магазинах появятся коллекции с конкретными примерами вещей в тенденциях, в трендах, которые я рекомендовала бы к покупке. Сейчас мы просто посмотрим с вами для вдохновения показы именитых домов мод. Первая тенденция, которая мне нравится, которая достаточно нова, ее не было, мне кажется, несколько предыдущих осенних и зимних сезонов точно, это гранж. И я уже в одном из своих шоппинг-блогов даже составила образ в стиле гранж, при том, что это вещи из весенней-летней коллекции, обновленной, которые сейчас пришли в магазине. Это был магазин Двершка, на мне были джинсы в кислотной стирке, в такой стилистике выполненные. И футболка очень классная, такая винтажная, как будто выстиранная, выгоревшая с принтом, с эмблемой музыкальной группы ACDC. Я думаю, что многие о ней так или иначе знают, либо слышали. Так вот, гранж будет в моде, это очень разный, может быть, внешний обрик от реально каких-то гранжевых историй до такого, знаете, переломного момента между, например, викторианством, где у нас идет высокий воротник, кружево, какие-то полупрозрачные элементы. И туда же добавляется кожа, грубые какие-то куртки или ботинки, то есть очень классно дизайнеры миксуют разные стили, нежность и грубость, на контрасте играют, это смотрится замечательно. Следующий тренд, который тоже есть, и он наблюдается в разных показах, я уверена, что он будет у нас присутствовать в магазинах, это определенный крой брюк, а именно длинные, свободные брюки. И не просто длинные, а прям очень длинные. Вопрос практичности этого тренда, согласна, сомнительный, особенно если вы живете не в том регионе, где осень солнечная, сухая и все прекрасно, можно ходить в брюках, подметать ими землю. Если же у вас идут дожди и слякоть, ну да, вряд ли мы сможем это носить, но тенденция классная, смотрится это интересно. Следующая тенденция, которая на мой взгляд абсолютно жизненная и вот на самом деле создана как раз таки для тех, кто живет в России, вообще в холодных каких-то широтах, это многослойность, но не просто многослойность, которую мы с вами в принципе все уже и так знаем и понимаем. Например, там на рубашку надеть жакет или на водолазку надеть рубашку, на нее надеть жакет, ну вот в общем понятно. А в данном случае речь идет о многослойности из вязаных либо трикотажных вещей. Ну трикотаж это тоже вязаное полотно, но смысл в том, что степень плотности материала может быть разная. У вас может быть тонкий трикотажный джемпер, на который вы сверху как-то узлом завязали свитер, например. Или вы надели трикотажный джемпер, а на него сверху надели еще кардиган объемный, такой массивный, с крупными пуговицами, допустим. Это все будет актуально и супер тепло. Еще одна из тенденций, которая относится тоже к верхней части комплекта, это крой рукава и крой плечей. Плеч, плечей, как-то так. А именно у нас будет снова активное плечо и активный рукав. Что это значит? Что данный элемент одежды будет увеличен. Большие объемные рукава, примерно как на мне сейчас, это все сохраняется. Активные плечи, расширенная зона плеч и, например, наоборот, суженная таря для контраста. Но это не всегда обязательно, чтобы шло в комплекте вместе. То есть у вас могут быть расширенные плечи и при этом прямой еще крой. То есть абсолютно такой огромный оверсайз. Это все будет актуально наступающей осенью. Следующая тенденция, которая новая для осени. Если честно, я вообще не припомню, бывало ли такое по осени. Мы тут лет это только привыкли к этой тенденции и уже думали с ней распрощаться. А оказывается, неон у нас уходит еще и в осень. Зимой неоновые вещи, но это как минимум интересно попробовать. Это как минимум будет, не знаю, как-то цеплять взгляд на фоне всей вот этой серо-коричневой какой-то бурой массы, в которой обычно большинство населения ходит в холодное время года. Что-то неоновое. Не обязательно Total наряжаться, хотя смелые могут сделать и так. Но возможно это будет какой-то неоновый джемпер с горлышком. То есть эта вещь может быть теплой, на которую вы наденете, допустим, коричневый клетчатый жакет. По поводу клетки мы еще поговорим. И еще один из трендов, который для меня лично неожиданно оказался в осени и зиме из лета. Это цветочный принт. Вот что-что, цветочный принт это чисто летняя история. Лично для меня всегда была. Да, зимой это несколько измененная цветовая гамма. То есть обычно это какой-то темный фон, темные цветы. Понятно, что не всем подойдет такая гамма. Если вы очень светлые, нежные внешности, на вас очень темное платье, да еще и яркие цветы, может смотреться инородно. Тут нужно, естественно, смотреть, насколько вам конкретно каждая тенденция подходит и органично на вас смотрится. Но в целом такой тренд есть. Это интересно. Я не уверена, что я буду носить цветы зимой. Но для меня это просто вообще разные планеты. Но это интересно. Еще одна тенденция, с которой мы тоже думали с вами прощаться на исходе лета и не видеть ее осенью. Потому что на самом деле это даже как-то зимой и осенью не совсем практично, наверное. О чем я говорю? О накладных карманах. То есть с нами в осень и зиму уходит стиль карго. Он, конечно, не настолько, я думаю, будет массивный, как это вот сейчас в этом летнем сезоне случилось. Но, тем не менее, брюки с накладными карманами, жакеты с накладными карманами. Почему я сказала, что это не совсем практично? Потому что, как ни крути, накладные карманы создают дополнительный объем. А если мы находимся в зиме, то есть нам нужно на, допустим, жакет с накладными карманами надеть еще какую-то верхнюю одежду, это все увеличивает нас в сантиметры и в разы. Поэтому не знаю, насколько это для нас, россиянок, будет удобно, но дизайнеры предлагают не отказываться от стиля карго даже осенью и зимой. В плане вечерней моды актуальны будут перья. Это не сказать, что прям супер что-то новое для зимы или вообще для вечерней моды, но перьев было очень много. Это прям такой достаточно массивный тренд в вечерней моде. А иногда перья применяют и в дневных каких-то комплектах и луках. И причем перья показаны были как на неделе прет-а-порте, то есть одежда, которую мы носим в обычной жизни. Также их было достаточно много на неделе высокой моды, которая прошла относительно недавно. Но это о многом говорит. На самом деле перья это классная история. Это не так, возможно, практично и просто вообще в содержании, как какие-нибудь пайетки или блестки, о которых мы тоже поговорим. Но тем не менее, это здорово. Почему бы и нет? Это может быть какой-то аксессуар, например, какое-то украшение на шею. Или какая-то сумка может быть декорирована перьями. Или обувь, возможно, босоножки, туфли, что-то еще, что можно надеть. Например, на новогодний праздник или какую-нибудь вечеринку в зимнее время года. Но, а возможно, это будет топ. И вас ждет вечеринка в стиле Гедзви. Почему бы и нет? Еще одна из тенденций, которая тоже, наверное, порадует многих девушек, живущих в холодных регионах. Тут вопрос практичности встает, но, возможно, не так остро с брюками, которые прям вот аж лежат на полу. Я говорю о длинных пальто. Вернулись сейчас супер длинные пальто. На самом деле они уже начинали появляться и в предыдущие сезоны, осенне-зимние. Но сейчас их стало довольно много. И это, конечно, здорово. Это тепло, это удобно, это практично, если это не светлый цвет, и он совсем сильно не касается земли. И, кстати, продолжая тему пальто, в частности, и верхней одежды в целом, мы с вами переходим к следующему новому тренду для этого сезона. Это однобортные жакеты, пальто, тренчи, неважно. То есть мы немножко сейчас начинаем уходить от двубортной застежки и возвращаемся к однобортной. Но это еще не все. Очень многие дизайнеры люксовые, и я думаю, что масс-маркет это тоже подхватит, показали интересную застежку. Она как бы является однобортной, но сделана на манер двубортного жакета. Мне сложно это объяснить. Обязательно смотрите на иллюстрации рядом со мной, чтобы вы понимали, что я имею в виду. Я уверена, что в масс-маркете мы увидим подобные модели. Это действительно смотрится интересно, свежо и оригинально. Если мы в целом будем сейчас разговаривать о костюмах, то мы немножко так будем переходить к тем тенденциям. Вот про самые новые, на мой личный взгляд, интересные и неожиданные для осеннего сезона или в целом я вам рассказала. Но еще на самом деле будет ремарка насчет обуви и сумок, но давайте чуть-чуть аксессуара мы отложим на потом. Сейчас все-таки мы говорим про одежду. Если мы говорим о том, что в общем и целом актуально, не обязательно это что-то супер новое, то по-прежнему у нас актуальна клетка, как и каждый осенний-зимний сезон. Клетка не принципиальна, чтобы она была, например, принц-уэльский или чтобы это была исключительно гусиная лапка. Сейчас мода настолько толерантна в целом, да, к разным течениям и веяниям, что допустимо многое и клетка просто актуальна. Если, например, в прошлом сезоне вы себе покупали какой-нибудь клетчатый жакет, а в прошлом сезоне они были супер актуальны, то я вас поздравляю, эту тенденцию вы точно можете поставить себе галочку, вы в ней участвуете. Точно так же, дорогие девочки, я нас, я думаю, всех поздравляю актуально при сэ. Мне кажется, вот на сегодняшний день плесированная юбка есть в гардеробе любой девочки, любой, девочки любого возраста. И на самом деле, ну, единственным моментом тут может быть, если у вас юбка-плиссе совершенно летняя, то есть она выполнена, например, из какого-то очень светлого материала или может быть светлого с цветочным принтом, все-таки в осень, если мы говорим о цветочном принте, то там немножко другая цветовая гамма. Либо она какая-то полупрозрачная, ну вот что-то такое. Это не всегда органично уходит у нас в осень в сочетании с осенними и зимними вещами. Но, если ваша юбка в принципе нейтральная, она сделана из плотного материала, она может быть даже белой или бежевой, например, вы сможете ее адаптировать к своему осеннему гардеробу. Я думаю, что я обязательно в каком-нибудь из своих видео покажу, как это сделать. И в очередной раз у нас актуально зимой, чуть не сказала весной, нет, уже теперь зимой, тема анималистичного принта. Единственное отличие, например, от прошлого сезона, если в прошлом году у нас в изобилии были рептилии, всякие разные крокодил, смея, питона было просто заварить в каждом масс-маркете, ну естественно в люксе тоже, то в этом сезоне акцент у нас на леопарде. Весной у нас, я помню, была зебра, причем зебра была достаточно интересной, иногда она была с каким-нибудь неоновым цветом, например, замиксована. То сейчас это достаточно классический леопард, иногда гепард, они отличаются своими пятнышками, я думаю, все знают. Меньше намного тигра, меньше змеи намного, ну вот что-то такое, с одной стороны, интересное, отличающееся от прошлого сезона, с другой стороны, для зимы привычное, потому что анималистичный принт зимой это очень традиционная история, это леопард. Если мы говорим о вечерней моде и о том, что в принципе нам понятно зимой, то в этом сезоне снова будут актуальны супер блестящие ткани, причем, вот знаете, на самом деле, вот что интересно, понятно, там пайетки, стразы какие-то, бисер, ну вот перья это что-то, свежий глоток у нас был, но чем отличаются ткани этого сезона, если вы хотите прям остро модную вещь на какую-то вечеринку, на вечерний выход, обращайте внимание, чтобы она была сделана из материала, который напоминает жидкий металл, то есть он прям как будто струится на вас, течет, это не просто пайетки, которые блестят и искрятся, а сама ткань должна быть сделана из материала, я честно не знаю даже как это называется, это не совсем пайетки, это именно такой материал, который выглядит как жидкий металл, вот это самый огонь. По цветам это может быть и серебро, и золото, золото, кстати, это один из таких, ну достаточно массивных трендов по цветам, как я поняла, разглядывая разные коллекции, оно достаточно часто встречается, понятно, что это скорее все-таки у нас будет в вечерней моде, вот имейте ввиду, если такое жидкое золото где-то увидите, можете себе приобрести. Еще одна из тем, которая будет актуальна, но на мой взгляд это не совсем свежее прочтение осени, это тема милитари и цвет хаки, кто-то говорит, что это цвет фисташки, ну тут по-разному можно смотреть, потому что разные оттенки опять же используются, так или иначе вот эта военная тематика, опять же накладные карманы сюда у нас тоже подходят, гранж можно тоже как-то вписать в эту историю, в эту тему, это все будет актуально. Еще одна из тенденций, которая не нова, и для вечерней моды, и не только вечерней зимой она актуальна, но чаще это встречается все-таки летом, это кружевом, кружевные блузки, платья, рубашки, ну юбки в принципе тоже, но в основном это касается верхней части, либо это должно быть уже полностью платье, все будет актуально, сюда у нас немножко так кивает в эту сторону викторианский стиль, в эту же историю мы можем опять же приписать гранж, то есть, например, наденьте свою кружевную блузку, допустим, она у вас там в черном цвете выполнена, если то как раз это будет в тему, набросьте на нее кожаную куртку-косуху, вот у вас уже тематика такого микса викторианского стиля, возможно, да, за счет нежного кружева, и грубая черная куртка кожаная, косуха, совмещенная с кружевом, создает как раз-таки такое настроение гранжа, если сюда еще добавить грубые ботинки, например, какие-нибудь с круглым мысом, типа прям мартинсов, то будет прям четко. Ну и еще одна тенденция, о которой я, если честно, даже не уверена, нужно ли говорить, потому что, по-моему, это не тенденция, хотя уважаемые мною западные СМИ, известные издания все-таки выделили это как тренд, это монохром, но, честно, это было у нас и этой весной, и прошлой зимой, и, по-моему, каждый сезон тот или иной цвет выходит в монохром. Вопрос именно в сезонности, и иногда это бывает какой-то оригинальный цвет. По поводу цветов я тоже вам в конце скажу, какие цвета встречаются сейчас наиболее часто в коллекциях, это не факт, что масс-маркет, например, отошьет именно эти цвета, потому что не все из них коммерчески успешные, то есть некоторые цвета достаточно смелые, и люди вряд ли их будут много покупать. А возвращаясь к монохрому, ну, на мой взгляд, это обычно выглядит очень элегантно, если это какие-то природные оттенки, беж, кофе, бордо, хаки, жемчужный цвет, ну, красиво, красиво, классно, почему бы и нет. Если же поговорить о тенденциях, которые, на мой личный взгляд, они существуют, но они либо смелые, либо спорные, либо не всем они, наверное, понравятся, во-первых, это тренд на яркие колготки, я не очень такое вижу в своем личном гардеробе, это не совсем мой стиль, это не значит, что вам не нужно это носить, если вам это нравится, то используйте обязательно, если вы можете это уверенно и грамотно вписать в свой гардероб и в свои образы, классно. Я знаю, как это вписать в образы, но лично на себе не уверена, что я буду это носить, туда, опять же, нужно правильно подбирать обувь, чтобы не казаться ниже, не обрезать себе ноги с помощью контрастной какой-то обуви, но так или иначе, яркие колготки, да. Еще один тренд, который уже как-то раз стучался к нам в осеннюю дверь, но мне кажется, его не приняли, и он снова стучится, и я не уверена, что будет успех в этот раз, это стеганые вещи. Я такое не очень люблю, потому что для меня это напоминает, ну, что-то среднее между стеганым одеялком и жилетки или куртки рабочих, не знаю, которые чистят дороги, например. Ну, как-то вот я это не вижу в своем гардеробе на данный момент точно нет, но я не говорю никогда, но и в целом как-то не знаю. Но она есть, есть эта тенденция, да. Еще один тренд, который выглядит красиво вот на подиуме, но я не уверена, насколько это будет стильно смотреться в обычной жизни у нас, а в обычных девушек, это макропринты. То есть я видела у разных дизайнеров принты как прям картины, то есть, например, идет модель, на ней надето платье, на котором целиком изображено какое-то изображение. Это может быть портрет девушки, это может быть реально какая-то картина, не знаю, с птицами, все что угодно, то есть прям огромный-огромный принт, тотал в целую вещь. Это там, не важно, платье, блузка, ну, такое. Можно выглядеть в этом немного странно. Что же касается тенденций на сумки и на обувь. Сумки у нас сейчас актуальны, они были актуальны до этого, но они продолжают быть в моде. Это микросумочки маленькие. Я как-то показывала в шоппинг-влоге вам, Zara уже предлагает нам такие модели, но в целом это пошло, естественно, с подиумов, из люкса. Это все модно, и модные сумки в стиле 90-х, такие типа Fendi багет, но не обязательно именно Fendi багет. Вариантов много, даже на Asos они уже есть. Если что, я вам обязательно потом в каком-нибудь другом видео, посвященном именно покупкам, покажу хорошие варианты. По поводу же обуви, хотим мы этого или нет, в моде квадратный мыс, причем даже не сквадраченный, а максимально квадратный. Прям вот чем он будет больше похож на обрезанный нос, ну, квадрат, тем вы будете моднее. Носить это или нет, решать каждому. Это дело вкуса, это дело комфорта. Если вы чувствуете себя в такой обуви уверенно, привлекательно, женственно, огонь, потому что, ну, это действительно на пике моды сейчас. Это к нам пришло от бренда Bottega Veneta, и они создали изначально босоножки в сетку, еще и с золотой цепочкой, с квадратным мысом, но это прям очень специфичная обувь. И продолжается это все в разных вариациях, в том числе комбинируется тренд стеганой, в данном случае обуви, кожаной, еще и с квадратным мысом, но не для слабонервных, согласна. Но тенденция есть, это если мы говорим о том, что прям будет модно в этом сезоне. На этом у меня на сегодня для вас все, мои хорошие. Я надеюсь, что вам было интересно, познавательно, увлекательно и полезно посмотреть это видео, провести время вместе со мной. Пишите в комментариях, какая тенденция вас зацепила, какая вас испугала, или вообще вы не хотите даже думать об этом, вы представляете это на себе. Мне будет интересно с вами пообщаться. Я сама пока что присматриваюсь. Да, что-то, безусловно, это женственно красивое и абсолютно применимо в обычной жизни. Что-то, ну, надо подумать. Мне будет интересно с вами пообщаться на эту тему. Чтобы не пропустить мои ролики, обязательно подписывайтесь на канал и увидимся с вами в следующих видео. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok